Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь с вами телеканал Клагэ Мауэ Ти Фау. Сегодня на повестке дня вопрос. Кто эти господа в белых воротничках? Последнее время открыто обсуждается, даже в политических кругах, как нужно поступать с сатанинскими сектами, но пока безрезультатно. Урсула Каберта, работник Министерства внутренних дел Гамбурга, однажды высказала свое мнение по этому поводу. Уже проводится предварительное судебное рассмотрение дела по поводу порнографии подобного рода в интернете. Почему же не смотрят за кулисы? Ведь это могло бы послужить началом для принятия политических решений. Будет ли задействовано Федеральное управление уголовной полицией и когда это произойдет? Это политическое решение. Вопрос лишь в том, является ли это интересом политики или нет. Решающий вопрос. «Как такое может быть?» – спросила еще в 2003 году журналистка и бывший член парламента Рената Ренебах, что согласно Федеральному управлению уголовной полиции на сегодняшний день не имеется в наличии никакой достоверной информации в области оккультизма и сатанизма. Рената Ренебах с твердой уверенностью заявила «Я этому не верю. Я предполагаю, что Федеральное ведомство по охране Конституции точно обладает информацией». И я не знаю, почему это держится под секретом. Это большой феномен уже только потому, что тема о сатанистских сектах все еще является запретной. Виновников защищают, а их жертвы срамят и бросают на произвол судьбы. Это феномен, который я на сегодняшний день не могу объяснить, но я верю, что если мы и дальше будем вместе работать над этим и делать эту информацию доступной для общественности, то тогда страница будет перевернута. Я уверена, что у Федерального ведомства есть информация. И затем Рената Ренебах подошла к абсолютно решающему пункту. Но ничего не изменится до тех пор, пока общество не признает тот факт, что в этом принимают участие господа в белых воротничках. Дорогие друзья, мы с вами в силах повлиять на то, чтобы эта информация стала открытой, а виновники были наказаны. Все, что нам нужно, слушать и активно распространять услышанное. Ведь, как известно, в слове «сила». А я прощаюсь с вами. До скорой встречи.